Приветствую вас! Вот коллега вам уже написал, что за желание быть всегда правым скрывается потребность быть в безопасности. Мне очень жаль, что приходится отвечать вам в формате вот именно таком, когда вы можете посмотреть ответы еще кого-нибудь из коллег, зачастую ответы взаимоисключающие друг друга. И тем самым еще больше вас запутывающими. Вот, мне очень жаль, но вы сами выбрали такой способ, поэтому я надеюсь только, что мой ответ будет таким целостным. На самом деле, желание быть правым может быть продиктовано самыми разными причинами, начиная от той же потребности безопасности. Но это базовая потребность, и как правило, ее реже всего связывают с потребностью быть правым. Как правило, данную потребность привязывают к потребности быть значимым. То есть когда я прав, я значим. Вот. То есть это означает, что я что-то значу в этом мире. И соответственно, когда я не прав, то я ничего не значим. Это базовые потребности по маслу, и надо сказать, что именно работа над ними, над этими базовыми потребностями, и поможет вам перестать быть... Ну, перестать хотеть быть всегда правым. Но, на самом деле, ситуация несколько посложнее будет в том смысле, что далеко не всегда желание быть правым укладывается вот только в эти потребности. А может быть что-то еще. Например, страх ошибки, допустим. Это когда вы боитесь, например, совершить какую-либо ошибку в силу того, что у вас, ну, негативные представления о ней. То есть ошибка для вас неприемлема абсолютно. Вот. И вы, соответственно, боясь ошибиться, хотите быть всегда правы. Вполне возможно, что здесь имеет место быть определенная мировоззренческая позиция, которую вы пытаетесь подтвердить, например, через стремление к правоте, потому что, допустим, если я прав, то я хороший, если я не прав, то я, соответственно, плохой. Вот. То есть здесь может быть очень много разных причин. И, по факту, самым лучшим способом для вас узнать эту причину будет все-таки разобрать именно ваши, ну, ваши, ммм. Субъективные аспекты того, что вы хотите быть правым. Правым. Вот. Понимаете, какая история. То есть здесь, мне кажется, нужно исходить именно из этого. Вот. То есть глубоких проблем, глубинных проблем, может быть много. Это может быть, в частности, и родительский сценарий, который говорит вам, что вы всегда должны быть правы. Например, ваш отец указывал вам на то, что вы всегда должны быть правы в любом случае, и что неправота есть слабость. Это неверная установка. Вот. Понимаете. И избавиться от этого, избавляться от этого, не есть конструктив на самом деле. Потому что любое избавление, по сути, представляет из себя подавление. Вот. А подавление ведет к тому, что вы накапливаете неудовлетворенные какие-то желания, да, и в итоге это все прорывается в виде взрывов. Вот. То есть вполне возможно, что ваше желание быть правым обусловлено тем, что вы накапливаете определенный негатив в себе. Да, то есть вы начинаете думать хуже о себе, когда, ну, не доказываете правоту или когда чувствуете, что не доказали ее. Вот. И вот эти мысли о себе негативные, которые у вас появляются, что вы о себе думаете, их линии следов, и разобрать откуда они взялись, понимаете. И что за желание это стоит у вас, что за желание руководит вашим поведением, направленным на то, чтобы быть всегда правым. Ведь за ним же что-то стоит, да, за вашим желанием, ну, за вашим стремлением быть правым. Вы же не считаете, что, значит, ваше желание быть правым является, ну, таковым само по себе. Вот. Понимаете, наверное, нет. Поэтому здесь вот нужно исходить именно из этого. Здесь нужно исходить. Исходить именно из этого. Из того, какую цель вы преследуете. Вот. Понимаете? А это уже исключительно ваша личная прерогатива. Вот. То есть, вам, значит, нужно определить, что вы хотите для себя. Понимаете? Вот. И раскрыв свои желания, вы сможете как раз таки, вперед, что стремиться быть всегда правым. Вот. А пока вы не удовлетворен, да, пока вы не удовлетворены. Ну, избавляйтесь, не избавляйтесь, избавляйтесь от этого. Будет проявляться это в другом. Да, то есть, сейчас вы хотите быть правым всегда. А, как бы, ну, в другом случае будет, например, у вас психосоматика. Вот. А, и что в этом хорошего будет, понимаете? А, дальше. Если принимать во внимание тот факт, что на сознательном уровне у вас не получается отследить, когда это происходит, да, вот, то вам необходимо тем более работать с психологом для того, чтобы психолог в работе с вами, помог вам это сделать. Вот. И, естественно, в моменты, когда у вас сильное эмоциональное напряжение, вы не всегда сможете с собой бороться, вы не всегда сможете, как бы, ну, контролировать себя, да, и так далее. Это навык. И навык приобретается. Хотя, навык приобретается. Здесь можно упомянуть психологию, психологию власти и стремление к власти как потребность. Ну, поскольку власть представляет из себя, по сути, стремление к безопасности, то я думаю, что здесь это можно опустить. То есть первопричина потребности всегда быть правым именно такая, именно такие, точнее. Вот. Как это формируется? Формируется это на позитивном подкреплении определенного поведения у ребенка в детстве. Формируется поддерживается в виде интуитивных неосознаваемых патентов поведения. Вот. Дальше. Хочу избавиться. Произбавиться сказал. Постоянно контролировать себя и осознанно оплавливать такие моменты не получается. Ну, правильно, потому что вы находитесь во власти своих шаблонов мышления. Это нормально. Вам нужна именно работа со специалистом, чтобы психолог вам это помог. И помог выйти за рамки того шаблона, в котором вы находитесь. Чтобы у вас появились несколько другие мысли, чтобы ваши мысли двигались в ином направлении. Вот и все. Это навык. Это работа. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Кстати, еще одна из причин, по которым человек может стремиться быть добрым, это неуверенность в себе. То есть, я не уверен, что делаю какие-то вещи, ну, как-то верно, да, правильно. То есть, я сомневаюсь и я пытаюсь купировать это, компенсировать это тем, что я всегда стремлюсь в прованте. То есть, когда я прав, я чувствую, что я компенсирую вот то, что, ну, я в себе не уверен. Вот. Подумайте, подумайте, где вы плаваете, подумайте, что вас не устраивает, подумайте, где вы неудовлетворены. Вот. Где и в чем вы неудовлетворены. Я полагаю, что таким образом вы сможете как раз таки ситуацию подкорректировать для себя наилучшим образом. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Ставьте лайк. Продолжение следует...